Семь лет обещаний. У жильцов, рухнувшей Бесабы, лопнуло терпение. С момента обрушения дома прошло семь лет, но до сих пор оставшиеся без жилья люди не могут получить квартиры. Дом все никак не могут достроить. Сегодня они отправились в прокуратуру. Людмила Батюшкина наблюдала за происходящим. Жителям Бесабы все так же не везет. После обрушения в микрорайоне дома номер семь в 2012 году часть жильцов временно поселили в Майкудоке в муниципальных квартирах, остальные мыкаются по съемным. На месте пятиэтажной Бесабы построили микрорайон Шапогат. В нем бесабинцы должны были получить квартиры еще пять лет назад. Многие семьи уже перестали быть молодыми, в них родились и выросли дети, а они все ждут. Говорили, что эти две квартиры сданы. Где они сданы? В 2012 году из резервного фонда республики были выделены деньги из расчета 90 тысяч тенге за квадратный метр, но по смете вышло 136 тысяч. Недостающие средства решили возместить за счет дополнительных коммерческих квартир. В них давно живут люди, но денег все равно не хватило. Строительством занимается уже второй подрядчик, который в декабре обещал сдать жилье в первом квартале этого года. Свою вину мы не отрицаем. Есть определенные доли нашей вины. Но на сегодняшний день сказать, как вы сейчас заявили, что строительство стоит, я бы не стал. Динамика есть, она заметна. И те обещания, заверения, которые мы перед собой, перед вами поставили, мы постараемся выдержать. То есть до конца текущего месяца мы основные строительно-монтажные работы завершим. Но даже коллективный поход в прокуратуру бессабинцев не обнадежил. Многие не выдержали, взяли ключи и доделывают квартиры сами. Но даже им не дают документы. Зам Акима пообещал уладить это в течение 10 дней. Вон тот дом соседний. Начали в каком году? Года два-три назад, да? Два года назад, посмотрите, посмотрите. Уже люди живут. А здесь, вы видите, что здесь еще творится? Здесь 13 человек сейчас, как по данным прораб говорит, но на такой дом, извини, пожалуйста, на три подъезда 13 человек и 9 этажей. Бессабинцы уже не знают, куда жаловаться. За семь лет они и пикеты устраивали, и на голодовку садились. Сейчас им все так же предлагают подождать. Роковое название, видимо, уже прилепилось к ним, хотя микрорайон ныне называется Шапогат. Они и сами уже хотят знать, когда кончится их череда неудач. Вот это и не обещанные лифты. Пожалуйста.